Добрый день! Сегодня у нас новый вкус кофе, новое зерно Индонезия Фринцейдун. Обещает нам ананасовые людяны, тропичный ликер, маракуйя. Такие фруктовые интересные вкусы, смаженные для фильтра. Сегодня у нас 27 число, то есть зернышко неделю отдохнуло. Это замечательно, как раз будет в правильном состоянии для приготовления. Настройки кофемолки под фильтр я делаю на один щелчок меньше, чем, допустим, минимальное значение для фильтра по инструкции на мою кофемолку Тайномор С2. Как, в принципе, большинство и рекомендует. Так, водичка нагрета. Сейчас вскрываем свежую пачку, мелем и пробуем вот эти интересные вкусы, что у нас получится. И, конечно, расскажу свои отзывы, как раскрывается это зерно. Сразу сумасшедший лайфхак. То есть об этом на сайте не написано, или я не нашел. Смотрите, застежечка на упаковочке. Любой здравомыслящий человек подумает, что эту застежечку надо вот так сдирать. Когда мы это делаем, у нас получается вот что. В принципе, после всего я разрезал пачку, потому что там получалась дырка. Ура! Ее надо назад сдирать. То есть вот тут язычок, и только с задней стенки мы ее сдираем. И тогда застежка остается на своем месте, можно хорошо запечатывать. Ну, класс. Слава Богу, разобрался. Всем рекомендую. Так, ну для начала аромат. Какой-то интересненький, напоминает чем-то, чем-то, чем-то. То ли абрикос, то ли череп. Почему-то мне череп, напоминает. Какой-то интересный, один из сортов череп, то есть явно фруктовый. Так, ну, делаем 20 грамм. На 300 грамм, может у меня иногда получается 300-320. Так, немножко зернышко разбежалось. 20 грамм готово. Ура! Помол закончен. Вот так выглядит светлая обжарка. И, если захотите повторить, вот где-то такая фракция. Аромат. Тот же, что у зерна. Ярко-фруктовый. Сладковатый. Почему-то череп, напоминает. Может, конечно. Может, я где-то ошибаюсь. Так, сейчас увлажняю фильтр. И запускаем приготовление. И поехали. 50 грамм. Для дегазации. 52 у нас получается. Можно немножко сделать, провернуть. Так, есть. И на 40 секундах доливаем дальше водички. Время не отобразит всего процесса. Я на паузу постоянно нажимаю. Неудобно просто снимать и готовить. Я добавляю воды сейчас понемножку. Пробую такой рецепт, чтобы высоко не поднималась вот эта кофейная наша масса. Вот где-то такой уровень. И по чуть-чуть я добавляю водички. Лучше даже ее постоянно подогревать, чтобы она у нас была как можно горячее. Так, и по часам сейчас у нас 3 минуты. 293 грамма воды. Он буквально сейчас закончится. То есть, я думаю, за 4 минуты весь объем у нас пройдет. В принципе, последние остатки уже зачастую портят вкус. Можно даже останавливать и вот этот остаточек просто вылить. Так, и так у нас получился напиток. Я его налил в чашечку. Сейчас о своем отзыве расскажу. Скорее слышно яркая кислинка. Больше напоминает почему-то лимонную горечь. Причем лимонную именно от самого вкуса лимона. Когда лимон ешь, чувствуется сначала кислинка, а потом горечь цедры. Вот здесь вот это. То есть, лимонная горечь цедры. Тропический ликер должен быть. Да, какие-то легкие тропические фрукты. То есть, где-то далеко-далеко на фоне. То есть, мы имеем, по сути, яркий вкус классического лимона. И не в смысле, как у арабики недоваренной получается просто лимонная кислота. Это вкус апельсиновая лимонная кислинка. Что-то такое. И немного тропической сладостью. Интересный кофе, много оттенков. То есть, если о таком задумываетесь, как всегда, рекомендую к покупке. Вот такой вкус. Все. Спасибо за внимание. Пейте вкусный кофе.